Ну давай, братан, на часок, давай садись. На часок, да? На часок, да? Да, 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 к часу все. Аминь. Дай, аминь. Мы всегда молитвуем бодрствование. Молодцы. С Божьей помощью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Господи, пребудь с нами, не дай выклониться ни влево, ни вправо. Аллилуйя. Так, вспоминаем, сообща, где мы, на каком месте тормознули. Прямо на 16-й, на 1-м стихе, что ли? Нет, прям возможно. Ну, мы, может быть, подошли немножко. Про Фиу-то мы прочитали. Про Фиу только и прочитали, и все. А потом книги грузить нафиг. Да, это так. Да, да, да. Ну, еще раз. А не надо было. 16-я глава. Только не с 1-го. Апостола Павла Крюмена. Представляю вам Фиу, сестру нашу Диаконису, церкви Кенхерейской. 2-й стих. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому. Тоже прочитали. Следующая читайте. Слушаюсь. Третий стих. Приветствуйте, Прескилл и Акилл, сотрудников моих во Христе Иисусе. Толкование. Они, говорит, помогали мне в слове и учении, разделяли со мной труды и опасности. Некоторые полагали, что сотрудники эти были помощниками Павла в делании палаток. Ну, мы знаем из Деяния апостола. И все, что ли? Деяния апостола 18-3. То, что апостол Павел нанимался изготовлением палаток. А только в Иоанне в обмучении был наставлен, Прескилла и Акилла показали правильный путь. И потом он начал наставлять и стал одним из величайших апостолов своего времени. И многих-многих наставил на путь истины. Так что мы смотрим здесь как раз вот этот тендем, что называется, союз необыкновенный мужчины и женщины, о котором Господь-то и говорит, что Господь через апостола Павла говорит, во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Вот в чем радость-то. Поэтому мы все такие разные, разного возраста, разного пола, разного вкуса. И цвет-то мы любим разный. Но в правильном учении наставленные, отополоса, можно даже сказать. Мы все одинаковые. Мы все получаемся едины во Христе Иисусе. Вот апостол. Помог нам. Аллилуйя. Здесь для избранных мужей. Сережа как-то он немобильно держит. Слушай, повернулся, один раз прошел. Устал, сидит просто. Ему уже стоять надо, Володя-то стоял. Распандент должен все абсолютно ухватывать. Да что, будешь походить дальше? Нет. Я справлюсь. Давай, Граш, читай, да. Я справлюсь. Следующий стих. Послание апостола Павла Кринлина, 16 глава, 4 стих. Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Ну, а так, продолжение 3 стиха. Приветствуйте Плескил и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе. Они не только делали палатки, как он, апостол Павел, но они во всех трудах его, опасностях его разделяли. Они были совершенными мучениками, ибо при Нероне были бесчисленные опасности. Здесь намекает на странолюбие их. И дабы не подумали, что говорит из лести, представляет и других многих свидетелей. Так они были добродетельны, что все домашние их сделались верными, ибо наименовал их церковью. Так именовал их из-за странолюбия, ибо церковью называется тот дом, в котором находится примерное благочестие и добродетель. Ведущие брачную жизнь пусть поймут, что брачный союз не служит для них препятствием к добродетели. О чем сейчас брат сказал. Вопросы? Игнатий Тихонович, всегда вопросы. Разный вопрос. А вот представим себе, что это сегодня послание получено, вот такое. И это послание написал батюшка нам. Вот как ты думаешь, придрать себя могут к таким словам Павла? Ну, это Павел сказал. Тут, конечно, правильно, неправильно сказал. Ну, Павел сказал, это канон. А вот я просто написал письмо, батюшка написал письмо. Написал вот эти же самые слова. Найдутся враги, которые, ну там, православные, католики, сектанты, кто-то. И скажут, вот показано, как раз его не верят здесь. Игнатий Тихонович, а вы вспомните первую главу книги Иова. Ну, праведный муж, богобоязненный, уклоняющийся от зла. Ну, конечно, ты его вокруг оградил, все ему дал, что ему не быть богобоязненным. Да, богобоязнен, согласен. Но все от тебя, Бог, ты такой вот, его специально оградил. Видишь, у него сколько домов, он ограбил всех, живет за счет рабов, это понятно. Это мафия там собралась церковная. А дальше тоже было, ну, кожа за кожу, а за жизнь-то свою человек, что только не отдаст. Подбивал, подускивал. Ну, и такое среди нас обязательно все это будет. Ты снова прочитай, что там Павел пишет. За кого они души полагали? Которые голову свою полагали, голову свою полагали за мою душу. Понятно? Ну и все. Почему не за Христа? Сегодня любой сектант скажет, вот она ваша вера православная, друг за друга только, патриоты. Почему не за Христа? То есть они такие христиане, они где не надо, не надо сует. Вот это сразу за это дело привязываются. Вот этот брат стал говорить, я вот приехал, а меня здесь приняли. А что ты человека прославляешь? Что ты? Христа надо прославлять? Один посредник между Богом и человеком. Всегда. Все сектанты одинаково говорят. И православные также. А Павел говорит, они полагали жизнь, голову за душу мою, не за Христа. Или все же за Христа? И за Христа в том числе. Потому что в этой душе его они видели Христа. Да я это когда объясняю еще, пока успеха не имел. Это бесполезное дело. Ну потому что имеют души, да не слышат. Потому что успех этих душ, которым вы говорили, нету успеха в Слове Божьем у них. Вот и все. Они ничего не знают. Эти места они не читали. Они не знают. А теперь, когда он говорит, восхваляет их, а что он восхваляет их? Пусть Христа восхваляет-то. Опять же, он их хвалит, они его хвалят. Я знаю, как отвечает на это. А мы были, а что там он говорил об этом? Этот его похвалил, этот, этот. Но о Христе речь-то идет. Нет. Мы вышли. Надо только о Христе говорить. Вот у нас, Никитина там, деревняка. Я говорю, а сегодня читали проповедь Златоуста. О чем она была? Он о Христе вообще не упоминает. Целая проповедь. А о чем говорил? О зависти. Она остановилась. Я говорю, так он о чем, Павел, говорит? Ну, надо же о Христе. Я говорю, теперь же не мне говоришь. Ты говоришь Златоусту. А Златоуст у тебя должен был быть что? Помощником. На побегушке. Спрашивать, как проконсультируешь его. Он о зависти говорит. Места Священного Писания доказывает. Нет, надо о Христе. Действительно, щит веры. Вот и все. Все это игра словами. А сегодня о чем говорили? Ты припомни только о чем. То есть, место дай тот, кто даже ниже тебя, первен своему во всем. В почтительности предупреждайте друг друга. И вся проповедь об этом говорится. И Феофан Затворник. А вот они услышали о Христе. Это так возвышенно. Надо только о Христе. А о Христе ничего нет. И христианской жизни. Для Христа ничего нет. Десятину ворует. Что угодно. Живет в грехе смертном. Никаких. Под эпидемией наложен. Пойду к другому священнику. То есть, совершенно человек бредет во тьме, кромешной тьме. И все время пытается получать, говорить. Что это? Я об этом думал. Это отступление. Покинутость Богом. Бог уже не тревожит совесть. Даже не так ты сделал. Вот я сказал. И не так. Пришел домой. Стал на молитву. Никак. Ночью Бог разбудил меня. Я думаю, что же так сверху заволновалось. Давай перебирать. А вчера вот так-то я сказал. Это неверно. Прости, Господи. Среди ночи Бог поднимет тебя, поставит на колени. А как жизнь прервется, а чем ты пойдешь? Было не так сказано. Не это сделано. С какой целью? Вот и написано. Исследуйте самих себя. Верили вы. Писание исследует все, говорят. А исследуйте себя. Я еще ни разу не кричал. Вот я с сектантами сколько... Ну, просто тысячи у меня с сектантов знаком. Еще ни один, ни разу, 150 лет не просчитал. И так смиряю, порабощаю тело мое. Ни один. А зачем? Мы уже смиренные. Я принял Христа в свое сердце. Я живу для Бога. И все. А живет... Ой-ой-ой. Я помню, в Молдавии мне пришлось проповедовать. Которые братья приняли. И подошли и мне говорят. Брат, вы коснитесь маленько, вино пейте. У нас братья выходят, баптисты. За кафедру держатся, чтобы не упасть только. У каждого подвальщики, там бочки, свинок, виноград. В Молдавии производители. Поговори об этом. Я приезжаю в Грузию, та же самая история. А уж там такие слова говорят, там пятидесятники у них особенно, там о духе. А там только о брюхе разговор. Никакого там духа Божьего нету. Во-первых, ничего не могут слышать. Я говорю, а как же он? Ефрем Серин говорит относительно слез-то. А зачем он Ефрем какой-то Серин? А сам Серин Башофа, своего там Хини, Бена. Всех поминают все время по выдержке делают из этих сектанток. Я думаю, иноземцев там, американцев. Ни одного святого отца нету. А чего вы нас судите? Как не судите? А вот четыре столетия осудили, полностью отбросили. Все Вселенские соборы осудили. Говорите, неправильно-то. И поэтому, когда говорят не судите, в это не верьте. Сегодня слово не судите, если в сверке, это поп говорит так, не трожь меня. И правила написали. Кто сделает даже справедливое замечание священнику, достоин гены огненной участи Иуды. И не будет прощения всем веке не в будущем. И в Номоэконом втиснули статью такую. И главное, в рамочки мне прислали. Даже справедливое. Вот и все. И главное, у русских придумали как. Когда священник прогонился, его бить будут. Самое большое, если у него шапка упадет на пол. Так русские люди, говорят, приспособились. Батюшку поймали, шапочку сняли, на забор повесили. Отбутузили его, потом опять шапочку надели на него. Ступай с Богом. Под благословение, секунду. А? А, под благословение? Шапку надели, говорят, и все потом по очереди. По очереди подходит, батюшка благословили. Здорово. Закон не нарушен. Не нарушен. Ну, дай, без обиды как бы. Ну, все, я его вообще. Ну, это придумывают так, что войну у нас без обид убивают. И народ его любил. И народ его любил. Свой батюшкой. Пролетарского происхождения. Душу полагает за ближних своих. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть на чатках, а не для Христа. Хорошие. Теперь скажите, вам в жизни хоть раз Епинета встречался? Давайте по порядку. Вот Епинета. Я ни одного не встречал в своей жизни. Это человек, который Павлу угодил. Который записан в книгу жизни. Ни одного нету. Где вот Никитин сейчас сделает? У нас батюшки какие-то. На первом месте Владимир, Александр, Николай, Михаил. Вот четверка. Это самое везде 7 места. Там еще пониже, это другое будет. Там уже Иоанн подаши. Даже Иоанн меньше встречается. В Барнауле было 4 священника. Три из них Михаила. И Николай. Один молодой, а двое старый. И говорят, какой это старый. Но один был лысый, другой нет. Так нужно поправку было сделать, который лысый. А вот он, отец Аким, учился в семинарии в Москве. Его никто не говорил Лапкин, что Барнаула, просто и Аким. И все знали, о ком речь идет. Хочется так? Что значит... Один был. Что значит быть послушным тому, что в церкви установлено. День родился, то я и называю Айпинетом был. Айпинет, ты все равно встречался где-то? Да, конечно. Ни одного нету. Ой, какие у вас имена? Я говорю, у меня у мамы. Она Мария. А братья Макарий, Филарет, Эммануил. Отец у меня Тихон. А братья у него Стефан, Наум, Амос. Я нигде... Ну, Наум еще есть у меня крестник. А Амоса не встречал ни разу. Степа это... В Потеряньке один Степа другого держит, и оба толстоморда. Видела фотографии-то? Даже в этом вот... У меня был один легалист. И говорит, у меня три сына. Вот последнего я назвал Зарававель. А его в списках-то у нас нет. Церковь не пропустила его почему-то. Такой тайновидец. Нет, он Заравелем назвал. Для меня больше всего удивление то, что... Кто собрал новое... Ну, Ветхий Заравет, вспомните. Неемия. Неемия. А еще кто? Ездра. Не Ездра. В канон церкви не пропустила. А он Библию собрал, Иерусалим отстроил, храм. Его нету. Вообще нет. Я натолкнулся на это, задавал священникам. А разве его нету? Нету. А почему его нету? Кто канонизировал-то, они знали, какая за ним заслуга. Это против Библии удар. Он Библию собрал, Ветхий Завет. А больше за ним ничего не счастливилось. Самый большой грех. Великое дело быть возлюбленным Павла, Который умел любить с разбором и не даром. Называете Пинета начатком или потому, что он первый уверовал, став началом и дверью к вере для всего народа, или потому, что показал в себе большое благочестие, почему и сказано, который есть начаток для Христа, то есть не в мирских вещах, но в том, что относится к Христу. А то сейчас сразу спросим. Вы веру от неверия отличаете? Дела духовные для вечности, дела временные. Вы можете разрешить их? Какое дело, которое тебе сильно нравится, и ты его продвинул, начал, и ты являешься начатком этого дела? Ну как свадьбу так готовить, так надо пригласительно родственникам послать, друзей, так начальника на работе пригласить, ну и по порядку. А Янглатаус говорит, ты измени, измени, говорит, этот строй. Выйди, собери нищих, хромых, слепых, убогих. А тебе говорят, да какая же это свадьба-то будет-то. А ты положи начало. Сын твой продолжит, найдет нищих, сиротых, убогих, и так ты будешь начатком этого доброго дела. Начатком. А теперь скажи, а я являюсь и начатком какого-то дела. Сам себя исследуй. Что, если ты не знаешь, поэтому ты и другого не оставишь, никого, кто бы подражал-то этому. А ты будь в чем-то, в святом, важном. От Духа Святого плод такой, но о нем забыли. Вот сейчас мы только поговорим, сейчас закончится. И я сразу при вас один ролик запишу для интернета. Ответ мой будет как бы на ролик Осипова. Я сегодня его прослушал. Какие недостатки есть в нашей православной церкви, так называется. И он это просто отвечает. Я прослушал и думаю, ну, если бы я его не знал, сказал бы это обман. Не может он так отвечать. Он не должен так отвечать. Я его уже столько его роликов смотрел, как будто я у него уроки все принимаю. Там сотни роликов. И вот это поведение, все, я уже знаю, жесты какие, как он глаза зажмурит, как посидит. Я могу скопировать точно. И когда он стал говорить, я сегодня все дела оставил, думаю, посмотрю. Как же он ответит-то? Какие недостатки? Заканчивается ни одного. То есть он называет недостатком то, что вообще никакой роли не играет. Никакой. Нулевой. Тональность, как поют. Какой распев. Какой глаз. Какое отношение-то имеет. Да в церкви вообще пения не будет, и церковь будет стоять. Про Иоанна Куфузеля пишут. Он был юноша, пас коров. Его монахи заметили. Он пел. И сразу предложили патриарху. Патриарх Шамхорин стал петь. Да когда он пел, говорит, корову молока меньше давали. Они не ели. Просто стояли и слушали. Коровы. Может не могли. Да. Это надо вам, пестца, такого завести, чтобы зиму-то прокормить. Так, над них песнями. Наши сестер, он позвать. Шестой стих. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Толкование. Украшает женщину трудами за истину. Мариам, говорит, трудилась, бодрствовала, молилась не для себя только, но и, что важнее, исполняла должность и вместо нас, апостолов. Как же, говорит, а учить жене не позволяю. 1 Тимофея 2, 12. Запрещает ей не учить словом, но занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении. А, подчеркнуто, домашнее обучение, весьма одобряет. Таким образом, жена учит мужа своего, 1 Коринфянам 7, 16, и детей, 1 Тимофея 2, 15. И при скилла наставила ополоса в вере, в Деянии 18, 26. Не сказал же, многому учила, но много трудилась. Даю показать, что Мария служила снабжением, деньгами и другими способами. Вне богослужебные собрания и занятия, по Слову Божию, это то, без чего не созидалась ни одна община. И этого у православных практически нигде нет. Библия домашнее обучение весьма одобряет. Ну, коротко. А вот Марьям, какого мусульман-то Марьям, вот там Марьям-то взяли где. Я не знаю, я вам как-то рассказывал. Это пишет Расул Гамзатов, мой Дагестан. Целая тогда была роман-газета. И он говорит, во время Первой мировой войны, а тут же с этой стороны-то казаки, ну, они на конях, и во время, когда преследовали австрияков-то, в Австрии было-то, и он у него ружье-то убил, но он остался живой австрияк. Как он кинулся в переулке, а он где-то застрял, не может казак-то. Он-то с коня соскочил и за ним гонится. Коня своего бросил, догнать его и зарезать. А тот-то крутил-вертел по подворотам-то, и открыта кирка. А он как вскочил в эту кирку-то, упал-то, идею, и замер стоит. Этот заскочил с синжалом, глаза-то поднял в морям. И он так остановился, говорит. А Тарасул Камзатов покажет, какую силу имеет изображение, даже Божья Матерь, сектант этого не понимает. И он его не тронул, ушел. Он на коленях, он уже людям не принадлежит. Он уже там. И пишет-то кто, мусульманин? Да. Что немаловажно. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня, еще уверовавших во Христа». Почему Юнии ни одной нет? Юля, накажем, чтобы ухать его окопится. Юнии ни одной. И Андроника очень трудно найти. Понятно. То есть у нас евангельского, библейского мало-мало. А вот это Владимир... Ну в честь кого называете? В честь язычника. В честь блудника, в честь пьяницы. Убийцы. В честь кого называется Владимир это? Это убийца. Это палач. Скажут, да какой же это святой святой Василий. Он принял Василия. Владимир это в язычестве был. Ни одного святого не было. Все Владимиры в честь этого язычника названы. Что тут непонятно-то? Ну какой он? Ну мы же сейчас с Савла-то и не крестимся, а сейчас с Павла. Что тут непонятно? Ну а что непонятно? Ну а непонятно? Вопрос-то остается открытым, поэтому не надо его завышать. Непонятно им это все. Ни одному церковнику, ни любому... От самого маленького епископа до самого большого патриарха. Ничего им не понятно. Ну почему такой вопрос-то нельзя задать? Хоть бы кто-то сказал. Вы составляете вместе со Словом там. Ну почему не поставить? Ну что, Владимир это перестать крестить? Сейчас Владимир это... Святой Владимир. Никогда он не был святым. Если у Павла была тысяча жен, а у этого было две тысячи жен. В каждом селе у него были наложницы. Родного брата Ярополка отнял, жену еще не хватило. Убил его, родного брата. Веселье Руси, что? Пьянство, винопитие. А вот теперь, когда он принял крещение, теперь Василий выходит из воды, его никто не может узнать. Он изменился. Красное солнышко. Вот оно. Теперь там совершенно другой светит по-другому. Так еще двое сюда же, к этому, к вашему вопросу. Это Александр Невский, который не Александр, если святой. И Сергий Радонежский, который не благословлял никого на войну. До конца эти вопросы бы, если бы только эти вопросы до конца разобрать, сдохла собака военная вся. С кем тогда заключать договора? Никаких варвар, которые благословляют эти сатану. Никаких ушаковых, безбородых, которые турок потопили только в одном сражении, Чусимском, 6 тысяч. Учитывая, что это христианин сидел, звание христианина, ему сейчас приписывают. С юности возлюбил Еси, там Александр Невский. Что он возлюбил Еси? Зачем лгать? С юности возлюбил он что? Родину свою. Военное искусство делал. Ну, назовите то, что он. Так он Алексей. Меня когда спрашивают, я говорю, никакого Александра Невского, я даже понятия не имею. А кто это такой? Ну, как вы не знаете? Не знаю. Церковь знает Алексея, который принял схему, когда умирал, он отрекся от всего. Это отвечение от этого. Вы поставляете то, от чего он отрекся. Откуда пошло, что Сергий Родинский благословлял этих монахов? У нас многое, что. Что требовалось, то и делали. Стилизовали. Вот, тайна святых Петрова, там это говорится. Он единственное, что говорит, сказал ему только, победа будет на твоей стороне, и отошел. Больше ничего нет. Это означает благословение разве? Он предсказал. Предсказание? Он обладал этим даром Божьим, победой. И то шепнул, ты говоришь ему. Где-то записали, сказали. Так он сколько стоял там, несколько часов стоял, ему говорят, ну пора уже, войска-то продвигаются уже, пора, княже, пора. И он стоит и ждет. Он даже вымолвить не может, сказать, ну благослови мне на войну, он даже сказать не может. Он был верующий, верующий, чем сегодня больше. был он был. И он стоял, ждал, что скажет этот святой. И Сергий Радоничский стоит, ничего не говорит. Но он же не может благословить-то. И он уже на коня взлазит, так еле-еле. И он тогда уже наклонился к нему, подозвал его как бы, и на ухо сказал, и кто знает, что он теперь даже сказал-то, уж так это предсказал. да, в своем услуге, кто-то записал. Ну что-то такое, предположили. Это один из вариантов, который... Благословим там. Благословим, вот и когда отходит там, Благословения Харуги склонились, там все, это понятно. Ладно, пошли. А вот Андроник и Юня, кто молится, нет как святым из вас? Ну да. Молишься, да? А когда ты, с какого момента стала молиться? А когда вы? Когда я сказал. Вот я являюсь начатком того, что Андроник и Юня стали молиться. Я их включил, где женам и девам, когда молятся. Киприяна, Устина, Андроник и Юня, Акила и Прескила. Ни Акилы у нас нет, ни Прескилы нет. Я включил их молитву, сейчас везде молятся. Акила и Прескила. А я такой список сделал. Короче, ну не всех, не всех святых, но получилось 680 мужских имен и 200 с чем-то женских получилось. Ну и там поминаются все. И там 70 апостолов, и там все перечисляются. Ну правда, если полностью всех читать, то это не 7 минут. Ну поэтому приходится разделять. Поэтому иногда они попадают в молитву, иногда не попадают. Что они сродники Павла, это составляет не такую похвалу, какую составляет то, что они узники с ним. Ибо они пострадали гораздо более всякого узника, быв влачимы с места на место и разоряемы. Важно и то, чтобы быть апостолом. Особенно если взять во внимание, что Иуния была женщина, тем более важно быть славным между апостолами. Ославились они делами своими. Не стыдится Павел говорить, прежде меня еще умернувших во Христа, поставляя им похвалу, что выступили наперед и предвосхитили благо. На днях документальный ролик еще посмотрел. Это, наверное, в Пакистане. Христиан, они там, мусульмане окружили, и как они их убивают. Мальчишки вот такие вот, а женщины убивают палки в руках, и которая не может уже убить, она разбегается, здоровые ребята, крепкие, прыгает его там палкой прям по голове. Ну тут видно, что убили. А мальчишка поднимается, опять бежит, они опять сшивают, опять его палкой, ну забивают тут как собак где-то. Это ислам означает мирная религия. Мирная. Мусульмане. И в таких роликах ни два, ни три, а там наполнено все. Последние новости. И показано, ну, тревожно. Другое дело, подошел, там выстрел, упал. Вот это вот, бьет, переломанная рука повисла по ноге. Ну палка, а ребята здоровые, которые, а народ стоит, кричит там, огнем поджигает, заваливает лисьем, он горит, лежит, горит нога, горит рука, а он еще живой, горит спина вся, а он сидит уже поднять, все не может, все горит, и все орут, стоят. Это добрая религия. А как? Это у них написано в Коране. Я ничего не опровергаю, я говорю, что мы обязаны исполнять Евангелие. А ему так предписано, он получит свое, я свое. Но это пока за кадром, а когда дойдет до дела, как мы будем себя вести? А вот они кто там, сектанты, не сектанты, я всегда, когда смотрю это, я сижу и молюсь за них. Прими их в обители небесные, тут я все забываю уже. Ради Тебя они, Господи. Прости. Прими детей Твоих. Ну здесь-то они куражатся, дай Бог. Над святыми, над церковью. Приветствуйте, Амплия, возлюбленного мне в Господе. Восьмой стих. Если за великое почитается быть любимым царем, то насколько славнее быть любимым Павлом, который любит за добродетель и для Бога. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахии, возлюбленного мне. Это похвала больше предыдущей. Она даже прилично той и содержит ее в себе. Ибо кто сотрудник, тот и возлюбленный. И этого венчает тем же. Приветствуйте Аполлоса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестулова. Арестулова? Арестовулова. Даже просчитать правильно не можем. А чтобы назвать это вообще? Да, Арестовулов. Я встречал такого? Да ну, где? В жизни, что ли? Я бы не мог это назвать было. Арестовул был. В день этот был. А если бы... Я назвал Папа Святых. А если бы называли в городах по именам святых, допустим, там, Александра Невского назвали. Э, не, уже есть Александра Невского. Как дети-то играют на окончание. Ну давайте тогда как? Ну давайте чисто Муромского назовем Ильи, хотя бы. Тоже никто его не знает. Ну назвали там еще следующего. А такая уже есть там, уже Яна Кронштадтского. Есть такое Яна Кронштадтского. Давайте другого теперь святого. И назвали раз, Арестовула вспомнили, наконец-то. Да. И уже все знают, Арестовул, или Зарававель, Ниемия. Так все бы удивлялись. Я слышал ответ. Я говорю, а почему они назвали так? Ну как-то необычные. Я говорю, а ты почему не назвал? Ну так и как-то не принято. То есть ответ из чисто Мурского характера. Я говорю, ну как это прекрасно звучит? А над ним смеяться будут. Вот Оливкида где-то нет. Василиса. Толя был против, что девчонку назвали Василиса. Ну он не хотел заезжать. Он сколько времени недоволен был. Несколько лет, наверное. Пошел. А ее Васькой будут звать. Никто ни разу не назвал. Вот это уровень. Василиса. У Щапаева дочка была Василиса. В народных сказках она какая-то всегда прекрасная. Премудрая. Премудрая. У меня сестра Клеопатрой дочку не назвала. Прям в день святой мученицы Клеопатра родилась. О, все будут ее говорить, что проститутка. Клеопатра. Ну царица была такая она. Вот она такая была. Все будут вот так ее обзывать. Вы попробуйте хоть раз-то. Для начала-то назвать. Я ни одного Бонифатия не встречал. А неупиваемая чаша на каждом шагу. Бонифатия, это католическая, очень известная. Бонифатия. А Бонифатия, это в Бонифатии есть? В Бонифатии еще были. Это другая. В житиях святых. Он был управляющим у одной женщины. Рыжие волоса, здоровые, крепкие. Но она была такая, держала его вместо мужчины просто. И это дошла молва, что в Риме казнят людей много. А в то время мощи уже сильно посчитались. И она решила его послать туда. Он доверен ее был. А он обернулся ей и говорит, а если меня привезут как мученика, ты будешь поклоняться мне? Она, ладно тебе, пенчушка, иди. Такое дело важное делать-то. И он выполнил все. Пришел и сразу по городу ему говорят, все, где-то туда казнили. Он пришел, правда лежат. Он на завтра пришел, опять казнят. Он сразу вышел. Вы что делаете? Это самые хорошие люди, казните. Да разве можно? Это кто такой? Да кто-то пришел. А ну-ка, хватайте его. Он говорит, я верующий, я христианин. А сам никакой. Пенчушка и блуди. Заявил, что я верю. Его тут же казнили. А слуги сидят, сидят, ждут. Нигде, надо поискать. Опять запил, где-то загулял. Наверное, в публичный дом закатился. Вырвался на свободу-то. А кто-то говорит, а сегодня казнили, какой-то один иностранец был здесь. А как он выглядит? Да такой здоровый, детина, говорит, рыжий. А красивый. Да наш-то нет. И вот только покажи палец, он упадет со страха. Он только вот, а колобаб крутится, да, в шинке пить. Пришли. Лежит. Голова отдельно. Они взяли, так голову прислонили. Да теперь он, видно. А мы о нем так говорили. Вдруг видят, он улыбнулся им. Ох какой. У меня знакомый, Володя Пенкин. И он родился на Ванифате. А назвали Владимиром. Он не так давно мне говорил, надо же, назвали Владимир. А Владимир-то пил вино. А Ванифате-то святой. И сегодня кому надо, чтобы дети не пили, все заказывают канон-то авокапис святому Ванифатию. Считают, что у него талант от алкогольной зависимости освобождать. У православных так. И молитвы неупиваемой чаши. Непотопляемая чаша. Никак не выпьют ее. Невыпиваемая. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе, то есть верных. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Хоть одну эту Трифосу встречает. А сегодня я Дихлопосом назову. Я армянина-нарцисс. Видел, познакомился. Плитку хорошо кладет. Армянин? А как звать нарцисс? Вот так. Ничего себе. Урмяны-то встречаются. Думаю, молодцы. А у нас меня но не встречал. Я вот прям так нарцисс. Это нарцисс Джан. И он нарктист, нарцисс. Откликается. У нас четыре этих, щаса и все Игорев. Четыре Игорева, щаса. Добунов, Третьяков, Барабаш, Глушков. Здесь двое, там двое. Амалиам сказал выше, которая много потрудилась. И об этих говорит, что они еще трудятся. Великая похвала всегда быть в деле и трудиться. Это выше упомянутых предсим. Потому что она не только много потрудилась, но и возлюбленная. Так именует каждого по достоинству. Одних поощряя больше ревности, а других возбуждая к соревнованию. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Брат, значит. Двойное благо. И сын беспорочен, и мать бесукоризненная. Ибо не сказал бы, конечно, матерь его и мою, если бы не усвоял этой женщине великую добродетель. А как ее звать-то? Руфа. Ну, среди наших есть Руфа. Вот у Алевтины сноха. Да как наших? Какая она наших-то? У нас их там... Я имею в виду, среди наших знакомых, родственники. Повторяю. А? Знакомых. Приветствуйте Руфа, избранного в Господи, и матерь. Руф-то это... Ну, Руфина, она вот как бы... Ну, как это она? Это мужчина. Руф, это мужчина, кого-то нет. Руф, это женская... А там Руф. Руф, да. Руф. Руф, конечно. Книга Руф. А это Руф-мужчина. Это Руф. Я вижу, что-то толкует не то совсем. Матерь Его, мужской город. А матерь Его неизвестно как звать. Приветствуйте Асинкрита, Легонта, Ерма, Патрола, Патрова, Евния и других с ними братьев. Ну-ка, начни где-то, начал перечислять имена. Хоть одно у нас есть. Так. Олимп. Нету. Ампли, вернее. Ампли. 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 Ампли есть. Так, дальше. Апеллес. Нету. Два. Арестовул. Нету. Иродион. Ну, это тоже нету. Нет, тоже нету. Трифен. Нету. Трифос. Нету. Так, Персида. Нету. Так. Руф. Руф. Это, по-моему, еще выше было. Вот где-то выше ты начать, наверное. Ну, Мариан. Прискила, Акила. Прискила, Акила. Андроник Юния. Андроник Юния сейчас не называл. Ну, как больше десяти. Андроник Кожи нету. Нормально? Нет. Притом, не где-то в Святой Библии эти имена упоминаются. Притом, как святые. И они канонизированные. Называть не буду. Вот это и есть что. Традиция. Выбирать, как полегче было. Таня, Маня, Света. Корни, корни. Как нравится, как не нравится. Как дедушку звали, как бабушку звали. Алена, Наташа. А я тещу пообещал. А я тесте пообещал. Разговоры постоянно это. Здесь не на то, смотри, что перечисляет их, не приписав никакой похвалы, но на то, что хотя они были гораздо ниже всех, однако удостоились от апостола приветствия. Лучше же сказать, он и им приписал похвалу, когда назвал их братьями. Приветствуйте филолога Юлию. Филолога. Филолога Юлию. Не Рея. И сестру его. И Олимпана. И всех с ними святых. Юлия только есть. Да и то неправильно зовут. Не Юлия, а как Юлия. А филологов уж куча, они обыкновенные у нас. Но только они в университете учатся. Приветствуйте друг друга целованием святым, приветствуют вас все церкви Христовы. Дабы не подать повода к расприям тем, что одних приветствуют так, а других иначе, об одних отзываются с большими, а других с меньшими похвалами. Всех уравнивают святым лапзанием. Дабы ни высший не презирал низшего, ни низший не завидовал к высшему, потому что святое лапзание все умиротворяет и уравнивает. Не только сам соединил их, но и посылает им приветствия от всех церквей, чтобы соединились, ибо говорить обо всех вообще, а не о том или другом. А скольким лицам высказал приветствия в этом послании, чего не сделал ни в каком другом, потому что еще не видал римлян. Поскольку же в Риме нашли прибежище многие из родников его, то достойно упоминания о них пойменно. Знакомить с ними римлян посредством послания. Далее. Умоляю вас. Дальше ты еще раз посмотри, все тут непонятно. Еще раз стих, 16-й. Приветствуйте друг друга с салованием святым. Приветствую, дважды сердцем и хвостом. Что такое салование святое? Католики специально выпустили брошюру, как саловаться. Как маму саловать, как сестру, как на Пасху, как жену, как невесты, вообще как братьев, как у японцев. Что означает поклон, кому поклон. Начиная от отца с матерью, ниже, дальше до императора. И на все регламент. И вот здесь целоваться именно. Как правильно целоваться? Ну могу так сказать, у православных никакого регламента нету. Как целоваться? Даже поклонов нету. У нас тут какой-то регламент есть еще. Ну да. У нас все-таки есть. И с батюшкой целование идет, и между братьями, сестрами, все понимают. Не часто, но есть. А вот там смотришь, были в церкви-то. Вот говорят иногда, смотрите, у вас что православные там матерятся все подряд. Пьют. Да, матерятся и пьют. А вы говорите в церковь. Ну в церкви матерятся и пьют. А мне может так и считаются. А почему тогда у нас, у баптистов, не ругаются, не пьют? Потому что у вас Библия. Вы говорят, очищеннейшее слово. Оно очищает. Оно обличает. И раз я в него верю, оно против меня идет, я по неволе этого не делаю. Пьяница, Саша, все Божие не наследуют. Есть ответ. Я как раз с пьяницей разговаривал. Вот в тайге было там ребята-алкоголики. И он сидит и говорит, а как же, я же, говорит, веселюсь. Вот праздник сегодня, 9 мая. Я вот выпил немного. Мне же, говорит, весело. Значит, я вот радостный такой, веселый. То меня-то как раз такого Бог-то и возьмет радостного. Я же никого не убиваю, никого не бью. Я говорю, так Слово Божие говорит, что пьяницы, Царство Божие не наследуют. Он думал, думал потом. Как же так-то? Непонятно почему. Ничего же плохого не сделал. Радуюсь, веселюсь. Ладно, буду думать над этими словами. То есть у них на все готов ответ. Они думают, что это радостно. А прелюбодеи, блудники так говорят. А что, говорит, я такого сделал? Ну, любовь. Самое миролюбивое, что можно было только сделать. Меня любят, я люблю. Все хорошо. Я вообще первый должен в Царство Небесное попасть. Уж где любовь-то, как не у нас? Мне один на работе говорил, у него от разных были жены. Они сейчас выросли, 18 лет, все идут в армию. Защищают отечество. Мне еще орден должны дать за это. Он как потрудился-то. Правда, они его без его помощи воспитывали, как кошка без кота. Да, мой, сколько? Какой стыд. То есть это все надо разъяснять и объяснять людям, рассказывать? Они на полном серьезе думают, вот так? А вот сейчас выставили один ролик. Ее посещаемость 5 миллионов. И что за ролик там? А ничего нет, она в платочке. И платочек, ну, это хижак, лицо открыто, видно, русская была. Я, говорит, была христианка. Ну, считалось. Раз там в год ходила на Пасху, она все о себе говорит. А была подруга одна поехала, она мусульманка. Я посмотрела, как одеваться. Мне очень платок понравился, как у тебя эти женщины. Вот, как они есть. И дальше, как вот мужья заботятся о женах. Я все больше и больше стала присматриваться, видеть. А где я была, там никто ни о ком, ничего нет. И я теперь стала мусульманкой. А они как хитро сделали. Вот смотришь ее, ну, рамка монитора. А в рамке они вот столько времени, место заняли. Заняли и так, жми, если нравится. А ее основной контур видно только тускло-тускло, как через стекло. Я думал там вначале, что... Ну, а это я ее... Теперь агитируешь, посмотрите все. Я сколько раз нажал, столько раз от меня есть... Смотри православному, как понравилось. Он распространяет исламский ролик-то. Я потом посмотрел, да он не устраняется. У него знака-то нет, я со слепу-то не вижу. И потом она долго стояла и ушла. Поэтому вы не уходите, пока не нажмете. Это для вас счастье принесет. Вы только нажмите на этот, вот который... А он закрывает ее. Ну, большую часть выступления закрывает. Но видать, контуры видать. Специально так сделано. Здорово, придумали. Чтобы не лишить человека возможности. И видеть, и нажать. Ну и кто смотрит, он нажимает. Вторая появляется, он опять думает убрать. А у них, получается, посещаемость, какая большая, растет. Пять миллионов. У нас, если пять человек придет, и то много считаем уже. Так, я хотел спросить вас. Кто поедет в Потеряевку на деревне? Собираюсь. Так, на чем едешь? Ничего. С вами? С нами. И обратно с нами. Ну вот и все. У меня все свободно будет. Так, надо, чтобы набралась машина-то. Никто не хочет больше? Я не знаю. Я думаю, надо, что помочь хочет поехать в пятницу. Ехать в пятницу, чтобы утром в субботу начать работать. Там по лагерю везде. А иначе я пока прием, уже 10. Садьков, можно не ходить в этот день поработать. Я прихожу домой в пятом часу вечером. В пятницу после работы я в пятом часу прихожу. Мне надо скорее-скорее прям собраться. Так за вами заедут, да и все. Они не заезжают. Как надо? Ну заедут, значит. Долго едут. Че у вас? Вы вообще по пути живете. Нет, нет. Конечно. От вас сюда свернули, по этой вишню. Какая-то лазурная. Ну все, давай. Давай, как-то, брат. До часу у вас заняты? Да, до часу. Да, да. Умоляю вас, братья. А ты один раз показал бы сейчас. Остерегайтесь произведящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Опять предостерегает увещание, и при том не как советник, но как покорный проситель, и с большим уважением к ним, ибо называет их братьями. Обнаруживая кознь вредных людей, сказал, остерегайтесь, то есть разузнавайте о них с отчанием. Сначала упоминает о распрях, а потом о раздорах, ибо доколе будет соблюдаемо в теле церкви единение, да то ли не могут войти раздоры. А раздоры суть ереси, ибо говорит, вопреки учению, которому вы научились. Не сказал, которому мы научили, но которому вы научились, предупреждая их этим и показывая, что они уже убеждены и приняли учение. Подчеркнуто, выделено жирным шрифтом, приняли учение, и потому должны пребывать в нем, что уже приняли. Пребывать в том, что уже приняли. Итак, распри и раздоры, или ереси, вводятся теми, которые преподают учение, выделено жирным шрифтом подчеркнуто, противное апостольскому учению. То есть распри и раздоры, или ереси, вводятся теми, которые преподают учение, противное апостольскому учению. А кто это знает, что противное, но надо апостольское учение знать, чтобы посмотреть, накладываться. Тут сразу завязка, опять на том же. Мы не можем ничего выполнить, то, что нам предлагает Фавел и толкователи. Без знания Священного Писания нужно делать все, чтобы сходилось, а ему нет учения. Ему не учили. Я вот представляю, читая разных, там у Писемского, у Куприна, у Паустовского, они всех как-то касаются жизни народа, показывали. Люди ничего не знали. Совершенно. Никакого научения вообще не было. Пойти в храм, нас в деревне говорили, мы ходили в Порщину, там церковь была, молились. То есть, ну как, сапоги повешенные через плечо, до Корщина дошли, ноги там вымали в пруду, а боли с церковью отстояли, вышли опять разулись и пошли домой. А что считали? Ничего никто не знает. Но служба отстояла. Выражение-то какое. Ну ни одна сектантка же не скажет, я ходила на собрание, отсидела. Она сидела. У нее даже, ну, она не поймет, о чем говорит. А у нас это в порядке, ну как? Да она ранее была, отстояла, ранее отстояла. И это у нас в порядке вещей, потому что это соответствует действительности. Учили, не учили. Библия была, нет, не была. Одну Библию я нашел в Корщине, только у одной. И кто она? Баптистам перешла. Мать Никанорова, Никаноровна. Александр, кажется, Никанорова, учительница была. Строгая, строгая такая. Я ее боялся, как огня. Получается, у нас получается так, что вот Христос пришел-то, он говорит, пришел к своим, написано, но это написано прямо, и свои его не приняли. И только после того, как Христос проповедовал, потом говорит, я посылаю к язычникам. И там они начали бросать пепел там, убить такого на апостола Павла. Помните, 22 глава, где они с этих апостолов? Что там они вытворяли? То есть язычника вообще табу было. Да и как? Понятно, что язычники знают? Как они могут обратиться ко Христу и примириться с Богом и Иеговой, который Бог-то еврейский? Он же не языческий Бог. Ему же нигде, кроме самарян-то, никто не поклонялся. Самаряне полуязычники были, они Иегову знали. А другие-то народы не знали. И теперь Христос как-то послал, но и чудо Божие, язычники начали веровать по чудесам, по всем. А сейчас мы в таких сложных условиях находимся. У нас вот эта православная наша церковь, она какая-то как вот самарянская какая-то. Даже я бы ее ближе к языческой определил. Потому что, чтобы теперь рассказать правильно о Христе, учение евангельское, нам нужно переучить их полностью. Получается, что сейчас какое-то исполнение закона идет в церкви, но закон самопридуманный. Как бы охота сказать, что да, многое из христианства, из евангельского. Ну и не скажешь ничего. Вот Игнать Игнатьевич, он посчитал, 413 нарушается правил. А если так глубоко-то посчитать, я думаю, там уже не 413, это вы дали еще какую-то фору им. Нет, все точно. Все точно? 719 правил, из них 413 нарушается ежедневно, умышленно. Нет, я говорю, так это еще меньше правил. Ну, нефтор, может быть, где я не знаю, там нарушается. Но я видел, которые не нарушаются. Ну да. Ни одно правило они не допускают, ну, по крайней мере, борются, чтобы не нарушались. Это епископская честь. Ясно. Интересно. Вот везде эпитемья 10 лет, ой-ой-ой, 10 лет в церковном притворе стоять, там, с соглашенными выходить. 10 лет. А бывает 15 лет. А бывает 30 лет. И только одно правило есть, которое оглашено навсегда и даже при смерти не причащать. Вот не придумаешь, какая же это была такая вина. Когда прочитал, я, во-первых, это антиевангельское. Ну, святые отцы так постановили. А вот у Григория Нискова 4-е, 12-е правило, оно в книге правил все это есть. Что если человек, пришли язычники, допременники, допустим, немцы. Ну, а я пошел в услужение полицаем. И давай вылавливать своих родственников, давай верующих ловить и немцам отдавать, а те в бабеяры расстреливать. И то, там, 30 лет. Все равно 30 лет они кончаются иногда, а заболел, причащить. А это правило бесстрочное. Но в конце, видимо, потом приписку сделали. Не знаем, почему так святые отцы постановили, что даже при смерти не причащать. Ну, думаете, что-то человек должен сделать? На епископа? А? Нет, нет. За что он говорит? На епископа? Епископа, ну, вскорбление. Почти угадала. Этот грех только епископы. Посягает из своей епархии на чужую каноническую территорию. В чужую епархию. Он так бы от него что-то берет, там рукополагает, теперь присваивает. Да какой грех, когда эти епархии Бог не устанавливал. Даже непонятно где какая. Ну, прямое повеление. Господь уходит в слово, идите. Даже не знаем для чего, но главное, что не сидите на месте, идите. Стоят на месте. Идите. И куда? По всему миру. И что там делать? Ну, я пошел сейчас, поехал, полетел. Что делать? И Евангелие проповедуйте. Все твари, какие бы они ни были. Пусть вся тварь слушает. По всему миру. А как апостол Павел так выходит, что я начула? Не съел. Да, не создавала. Так это как раз плюсом нам. Ну что, все, на молитву. Так, после молитвы мы сразу будем записывать ролик. Если кто хочет, может оставить. Ты на треножник только поставишь, помолимся. Который я говорил, буду отвечать, а не доставка церкви. Продолжение следует.